МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идею поддержали сразу два министерства культуры – федеральное и областное. Встретили организаторы понимания и со стороны главы муниципалитета Андрея Иванова. Таким образом, фестиваль «Традиция» стал для Подмосковья важным культурным событием лета. Фестиваль адресован семейной аудиторией. Здесь взрослые услышат Захара Прилепина и смогут поговорить о его новом романе. А дети будут воспринимать вот эту звуковую партитуру вместе. И театры, и музыкальные коллективы, и солисты. У них это все сольется, может быть, в какую-то единую пеструю картину. Но главное, что в этой картине не будет агрессии, не будет негатива, даже, знаете, какого-то такого завуалированного. А будет глубина, будут яркие краски уходящего лета. Соорганизатор фестиваля, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Баяков, отметил, что программа необычайно насыщена и интересна для зрителей любого возраста. Для ценителей современной музыки и фольклора, поклонников хорошей литературы, любителей народных ремесел. Это действительно широкий спектр искусства, который связан с традицией. Не номинально, не через надевание каких-то кокошников и изображение таких живых скульптур, а через ощущение внутри своей связи с тем, что нас объединяет с предками. В этом году фестиваль посетило более 15 тысяч человек. В течение всего дня для гостей работало 10 тематических площадок, на которых прошло около 60 мероприятий. Традиционно в подготовке программы активное участие принимал музей-заповедник имени Пушкина. Пушкин здесь жил всей своей семьей, поэтому это семейный праздник. И здесь идея этого праздника, фестиваля традиции, соединения классической литературы, классического искусства, классической культуры, современной культуры, надо найти вот эту небольшую грань. И вот эта грань здесь была найдена. Юных гостей фестиваля ждали театрализованные представления, мастер-классы и игровые площадки на свежем воздухе. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.